У вас появился щенок И в ваших ожиданиях вы мило с ним играете, валяетесь на диване, теребите его за ушки А в реальности, скорее всего, он вас кусает, ваши нос, уши, волосы находятся на грани вымирания Потому что щенок постоянно стремится их выдрать Что делать? Бить или не бить, прижимать щенка к полу, хватать его за шкирку Ну, конечно, конечно, все это перечисленное делать просто нельзя Покупая собаку, мы должны понимать, что так же, как и у человеческих детей, есть разные возрастные периоды Ведь наших детей мы не наказываем за то, что они в маленьком возрасте тянут что-то в рот Будь то пяточка собственная или колесо от коляски Так вот, со щенками мы должны поступать точно так же Когда они маленькие, они познают этот мир через маленькие куси и через желание все грызть и тянуть в рот Даже если это ваши руки Забегая вперед и отвечая на вопрос, что же делать, когда мужчина кусает руки Верный ответ – расти, развиваться, воспитывать Ну, а сейчас мы разберемся в маленьких правилах Применять силу к щенку запрещено, потому что это приведет только к двум последствиям Первое – ваш щенок вас начнет бояться, он подумает, лучше-ка я не буду к нему подходить И, например, когда вы начнете со своим малышом гулять, то он может уже плохо отзываться на подзыв Потому что хозяин для него является источником какой-то опасности Либо второй вариант – вы его еще больше раззадорите, если вы будете хватать щенка за холку, за брылья, то есть за щеки Щенку будет дискомфортно, больно, и он подумает, что это такие очень веселые, очень азартные игры И начнет еще больше, с еще большей интенсивностью кусать вас в ответ Причиняя той же боль своими маленькими молочными зубками Совет номер один – разрешайте играть руками, а почему нет? Это форма взаимодействия с вами Это хорошо формирует контакт между вами и вашим макроносом Да и как еще щенку понять силу, с которой все-таки можно кусать ваши руки? Правило только одно – если вам действительно станет больно в тот момент, когда вас щенок кусает Мы произносим ай, ой или какой-то вздох, чтобы щенок немножко подуспугался И в этот момент щенок перестает кусать ваши руки Если он не перестал кусать, то мы после ай или ой руку убираем То есть вы играли со щенком, в момент, когда он вас укусил, ай, и руку убираем Или это может быть такой вздох, и руку убираем Делаем так несколько раз, например, четыре, пять, шесть раз И на пятый, на шестой мы можем уже прервать игру совсем То есть после укуса, ай, мы игру со щенком вообще останавливаем И, например, щенка отправляем на тайм-аут в клетку Если малыш слишком разодорился, то его можно продержать руками за грудь, ошейник или шлейку Не делайте ему больно, мы только фиксируем Также возможен небольшой тайм-аут через вольер Но первые уроки могут быть трудными Потому что щенок еще совсем не умеет резко останавливаться И с процесса возбуждения переходить в процесс торможения Поэтому его нужно этому научить И, конечно, вы можете с этим познакомиться подробнее в моем курсе Видео гид по щенку Ссылочка будет в описании, как всегда Совет номер два Играя в игрушки, уже не разрешаем щенку кусать ваши руки Но чтобы ему было проще справиться, следуем некоторым правилам Первое. Выбираем большую игрушку Прям большую Прямо, чтобы промазать щенку было сложно Выбираем скорее мягкую игрушку Чтобы кусать ее было приятно Удаляем все пищалки из игрушки Они будут сильно перевозбуждать вашего щенка Игрушка двигается активно По полу, а не по воздуху Малыш почти постоянно находится четырьмя лапами на земле Мы часто проигрываем щенку То тянем, то расслабляем Не выдираем игрушку Даем за нее укусить Игрушка не тыкается в мордочку А всегда как бы убегает от него Важный миф Можно и нужно играть до смены зубов Но рассчитываем силу и не поднимаем щенка в воздух Можно дистанцировать игрушку от рук с помощью поводка Если щенок не умеет отдавать игрушку по вашей просьбе То можно обменяться с ним на лакомство Совет номер три Занимайтесь со своим щенком Нельзя только постоянно нельзякать или фукать Правильно организовывайте пространство Все, что лежит на земле, вашему щенку грызть можно Что грызть нельзя, мы либо убираем, либо отгораживаем модульным вольером Даем рвать или грызть что-то легальное Например, порвать коробочку А почему бы и нет? Пару раз в месяц меняем игрушки местами Например, у вас есть 10 штук Первые пять щенок активно использует, играет, взаимодействует Далее первые пять мы забираем и даем ему новые, которые у вас были спрятаны И так постоянно, несколько раз в месяц мы эти игрушки меняем местами У щенка каждый раз они будут новые И самое главное, развиваем интеллект вашего щенка Сейчас, а не когда-то потом Это самый важный возраст Потому что потом эти привычки будет сложно переформировать заново Если вы хотите заниматься воспитанием щенков правильно То, как всегда, в описании будет ссылка на мои авторские курсы Например, видео гид по щенку Я постараюсь ответить на все вопросы под этим видео Поэтому активно можете их задавать Подписывайтесь на канал До встречи в новых видео Пока-пока